В остров Путятина ждет духовное возрождение. На отдаленной территории началось строительство храма-часовни в честь преподобного Сергия Радонежского. 13 июля состоялась торжественная церемония закладки камня. Ритуал освящения провел епископ Находкинский и Преображенский Николай. Далее подробнее. В минувшее воскресенье Фокина отметили 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. В рамках проведения торжеств состоялась также церемония освящения основания храма-часовни в честь Великого Святого на острове Путятина. Ритуал освящения совершил и епископ Находкинский и Преображенский Николай. Священнослужитель отправился на остров на небольшом частном катере сразу после крестного хода в сопровождении первых лиц городского округа. Миссия пешком добралась до возвышенного места, где вскоре будет возведен православный храм. К слову, на острове это будет первая в современной истории церковь. До этого верующие, проживающие на Путятине, обращались за духовной помощью к священнослужителям Фокинского или Дунайского храмов. После общей молитвы владыка осветил главный камень основания и загладную грамоту. «Благословляется камень сей, покрупление воды священной, в непоколебимое основание храма, созидаемого во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Перед помещением загладной грамоты в специальную капсулу под историческим документом поставили свои подписи глава Находкинской епархии епископ Николай и градоначальник городского округа Сергей Терентьев. После чего капсула заняла специально подготовленную нишу в основании будущего храма, куда по православной традиции был также вмурован закладной гранитный камень. Завершил церемонию проповедь владыки, обращенной к собравшимся жителям острова. «Образ преподобного старца Сергия Радонежского светится для нас как образ смирения. Кто читал, кто прикасался к жизнеописанию его, знает, что он был неграмотным. Ему очень тяжело давалась грамота и по особенному промыслу Божию, когда он встретился со старцем, который дал ему просвору. На него снизошла благодать Святого Духа. Он начал хорошо учиться, поэтому церковь решила обращаться к нему для того, чтобы он помогал нашим детям в учении. И не случайно те, которые сдают экзамены, те, которые учатся, всегда приходят к преподобному, к раке его мощей, к Троице Сергии Лавре под Москвой, чтобы получить особые благословения преподобному. Этот великий святой и по сей день помогает нашему народу. Примечательно, что строительство на острове храма-часовни в честь преподобного Сергия начато в год, когда вся страна отмечает 700-летие со дня рождения величайшего подвижника земли русской. Стоит отметить и тот факт, что новый храм станет уже третьим по счёту на нашей территории. Событие действительно важное для нашего города. Да важно даже тем, что сегодня, наверное, впервые ладыка сошёл на эту землю. Наверное, никогда с ней ладыка не было на этой земле. Храм будет... Да, мы же празднуем в этом году год преподобного Сергия Радонежского, поэтому храм будет освящен в честь преподобного Сергия Радонежского. Фундамент заложен приблизительно две недели назад. До конца года мы должны его построить полностью. Новый храм планируют построить из кедрового бруса. Сооружение будет крестообразной формы высотой около 20 метров в традиционном русском стиле. Колокола для церкви уже готовы. Более того, в качестве передвижной звонницы они сопровождали праздничный крестный ход в Фокино. По словам настоятеля храма святого великомученика Георгия Павдоносца, место для строительства выбрано очень удачным. Да, это место выбирали специально. Мы ездили с Сергеем Александровичем, подбирали место. Оно удобно. Здесь рядом электросеть, рядом вода, можно будет подвезти воду. Ниже школа. И вот это место, оно делит пополам поселок. Между двумя микрорайонами, так можно сказать, этот храм находится. Верится, что строительство духовного центра станет точкой отсчета нового времени для островитян, как это случилось в поселке Дунай после возведения на его территории православного храма. У местных жителей, у местного населения появится духовно-нравственное содержание, внутреннее духовно-нравственное содержание. И будет, конечно, лучше, намного лучше, изменится характер людей к лучшему. Здесь много осталось пожилых уже людей. Молодые как-то уезжают отсюда. И пожилым людям надо ходить в церковь, душу свою открыть там это. И в болезнях, и в радостях, и в горе. Поэтому это очень большое событие. Летом много туристов приезжает. Мне кажется, всегда будет здесь много народу. Будут в будущем рабочие места, которые очень важны для жителей Путятина. И сегодня, конечно, каждый руководитель переживает, сколько жителей будет на том или другом мероприятии. Вот на этом мероприятии достаточно много было жителей. Я как руководитель очень за это переживала. И когда я увидела, что жители пришли, это, конечно, как вы и сказали, большой знак. Действительно знак, что жители поддерживают строительство храма. И что в будущем все-таки жизнь на острове будет продолжаться. Возможно, вслед за духовным возрождением остров ждет и возвращение былого процветания. Найдется в Приморье современный Алексей Старцев, благодаря энергии инициативе которого один из самых красивых островов Приморского побережья очнется от литургического сна – возродиться к новой счастливой жизни. Это большое духовное событие. На острове никогда не было храма, и все надеются с возрождением храма, с настроительством возродится духовная жизнь. С духовной жизнью, соответственно, возродится материальное положение. Люди надеются. Большой праздник. В Сергею Радонежскому праздную вся страна. Нам в нашем маленьком острове тоже небольшое такое чудо свершилось. Очень никому рады.